В доме номер 13 по улице Красенцев уже полным ходом идут реставрационные работы в рамках создания арт-кластера «Икра». По словам главного специалиста службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края Елены Родиной, восстановление исторических зданий сложнее, чем строительство новых домов. И происходит несколько этапов. Первый этап – это удаление более поздних искаженных фрагментов и элементов, что принято называть раскрытием памятника, и восстановление непосредственно ранее утраченных элементов памятника. Реставраторами из Санкт-Петербурга уже демонтированы внутренние и внешние обшивки здания, сгнивших внутренних покрытий и вывезено большое количество мусора. Продолжается работа по выборке грунта для дальнейшего усиления фундамента и внутренняя первичная очистка бруса внутри здания с целью его экспертизы и оценки для дальнейшего выполнения работ. Строителям также предстоит заменить кровлю и часть стен, а также провести монтажные работы по устройству внутренних инженерных сетей. Кроме того, у нас имеется большое поражение гнилью конструкции, которые внутри здания, и будут произведены протезированные работы или замена этих конструкций. Реставраторам пришлось провести работы и по сейсмоусилению исторического здания. Это усиление узлов сопряжения бруса у нас будет в углах, усиление всех перекрытий. Вот, ну вот это вот такая нетривиальная инженерная задача. А с точки зрения реставрации, ну, здесь интересно сам материал, он нетипичный. Вот опять же, да, канадский кедр, казалось бы, вот откуда его привезли и вот сколько он лет в итоге здесь стоит. Будем стараться по максимуму сохранять именно оригинальные материалы строительные. Помимо 13-го будет восстановлено еще несколько домов по улице Красенцев, которым максимально вернут исторический вид. В собственности муниципалитета это здание оказалось только в 17-м году. За это время был разработан проект реставрации. И вот благодаря совместной работе с правительством Камчатского края удалось получить средства на реставрацию этого важного объекта для города. Реставрация этой улицы началась благодаря мастер-плану, который был принят и одобрен президентом России. Эта улица играет важную городообразующую роль и формирует облик Петропавловска. Реставрация происходит поэтапно под контролем службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края. В соответствии с законодательством реставрация объектов культурного наследия проводится только исключительно в соответствии с проектной документацией по сохранению объектов культурного наследия. Сначала подготавливается проект. Он был подготовлен лицензированной организацией и изучались исторические и культурные различные материалы. Были обращения и в архив, и в различные музеи нашего города и вообще Камчатского края. И на основании вот этих фотоматериалов как раз и был сформирован исторический первозданный вид этого дома. Часть материалов, конечно же, они взяли в службе в деле объекта культурного наследия. Согласно плану, в доме номер 11 будет располагаться арт-галерея, а в 13-м – резиденция, где будут принимать художников, артистов, мастеров различных направлений из других регионов страны. В этом доме они смогут творить совместно с камчатскими талантами и обмениваться опытом, а после выставлять в галереи свои работы. Проживать все культурные деятели будут в доме номер 15. Планируется в перспективе, что на втором этапе и дом 15 тоже будет возвращен в исторический вид. Сейчас решением судов собственник, это частное лицо, обязан его вернуть. И несмотря на некоторые сопротивления, мы обязательно добьемся реализации судебного решения. По словам губернатора Владимира Солодова, также частью арт-кластера станет школа креативных индустрий. Она будет размещена в здании Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Вход со стороны улицы Красенцев будет обеспечен с сентября 2024 года. Для детей, старшеклассников, которые интересуются такими профессиями, как звукорежиссура, работа с видео, мультипликационные направления и ряд других, которые востребованы в креативной составляющей наших индустрий. Губернатор Владимир Солодов назвал улицу Красенцев логической точкой старта реализации мастер-плана. Именно с нее и начнется внедрение новых подходов к городскому благоустройству и повышение уровня комфорта для жителей и туристов краевой столицы. Предполагается, что здесь мы воссоздадим исторический колорит, исторический стиль города Петропавловска, каким он был в начале 20 века. Здесь сохранены объекты культурного наследия. К сожалению, в Петропавловске не так много их, поэтому мы очень бережно относимся к их сохранению, к их реконструкции в полном соответствии с требованиями обращения с объектами культурного наследия. Яркими свидетелями этих событий являются объекты культурного наследия, которые расположены в Камчатском крае. Именно их нужно сохранять для нашего подрастающего поколения, чтобы воспитывать у них уважение и любовь к нашему духовному наследию. Именно поэтому его нужно сохранять в том исторически первозданном виде, в котором оно было. После возвращения домам их исторического вида улица Красенцев станет полностью пешеходной. Здесь будет закрыто автомобильное движение. Все знают, что Супка Никольская – это вообще излюбленное место наших жителей Камчатского края и города, и гостей города. И в целях восстановления и благоустройства всего исторического квартала, и в целях того, чтобы хорошая была проходимость на Супку Никольскую, губернаторам Камчатского края было сделано такое предложение – сделать эту улицу пешеходной, как на подобии, как во многих городах делаются пешеходные улицы, для того, чтобы жители по ним гуляли, наслаждались уютом своего города. По словам Ирины Заиграевой, реставрация дома номер 13 по улице Красенцев будет закончена уже в этом году. А в 2025-м начнут работы по восстановлению 11-го дома. Остальные объекты – в соответствии с мастер-планом. Центральная площадь будет в целом сильно перестроена, потому что назначение парадной, главной точки нашего города будет обеспечено здесь. Будет изменена и трассировка движения автомобилей для того, чтобы максимально высвободить для пешеходов пространство прогулочное. Соответственно, на самой площади будет сейчас осуществлено новое зонирование, которое будет предполагать, так скажем, террасный принцип. Он и сейчас намечен самим рельефом, но в самой площади он будет реализован. Именно здесь, в сердце Петропавловска, планируется масштабное строительство одного из важнейших объектов мастер-плана, который был утвержден президентом Российской Федерации. Общественный центр будут строить на месте ранее демонтированных построек. Центр могут посещать люди любых возрастов и любых увлечений. В здании разместятся универсальный зал, малый зал, аудитория, туристический информационный центр, уличный амфитеатр, лекторий, постоянная и временная экспозиции. Общественный центр, общественно-культурный центр, который объединит в себе ключевые функции центральной площади, но в закрытом формате. Там будет и молодежное пространство, будет пространство для проведения мероприятий различного формата. Благодаря трансформируемым залам можно будет и достаточно большие залы до 500 человек, и компактные для проведения семинаров или школ в городском формате. Ну и, конечно, это центр погружения в Камчатку, если хотите, ключевой туристический центр, интерактивная выставка, которая будет открывать для посетителя все преимущества и все особенности природы Камчатки и правила ее посещения. Также Владимир Солодов добавил, что общественный центр будет точкой, с которой начинается знакомство всех туристов с полуостровом. А для жителей Камчатки – точкой притяжения, в котором они смогут узнать что-то новое о родной земле, а также принять участие в ключевых проектах развития Камчатского края. Обновленный Петропавловск – это современный город со всеми благами цивилизации и комфортной городской средой в сочетании и гармонии с величественной, неповторимой природой Камчатки и с ее героической историей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА